Здравствуйте! Вы смотрите телевидение Электрогорска в студии Ольга Костина с итоговым выпуском новостей за прошедшую неделю. Прямо сейчас я и мои коллеги расскажем вам о главных и значимых событиях города. 26 июля Денис Семенов встретился с министром здравоохранения Московской области Дмитрием Сергеевичем Марковым и обсудил вопросы, касающиеся Электрогорской городской больницы. Денис Олегович, к нам поступают вопросы по поводу, как обстоят дела с городской больницей. Да, безусловно, в наш адрес тоже поступают обращения граждан. Мы видим, так скажем, напряженность среди населения от того, что входит информация, что якобы Электрогорская больница будет закрыта. Так вот, хочу сказать следующее, что Электрогорская больница закрыта не будет. Она как работала, так и будет работать, функционировать. Все отделения работают по своему плану, графику и штатному расписанию. Сегодня у нас с утра состояла встреча с министром здравоохранения Московской области, с Марковым Дмитрием Сергеевичем. Также на этой встрече присутствовали, я лично обратился за помощью к Ленаре Семединовой и мой советник по здравоохранению Жубрику Сергей Николаевич. И главный врач нашей Электрогорской больницы, Суворов Николай Александрович, мы с утра провели рабочую встречу в кабинете министра. Значит, обсуждались вопросы как раз работы Электрогорской больницы. Первое, да, то, что обсудили, это те изменения в штатном расписании, которые там проходят на сегодняшний день в Электрогорской больнице. Самое главное, чтобы не пострадало качество медицинских услуг. Значит, было принято решение, первое, сохранить круглосуточную реабилитацию. То есть, те врачи, которые у нас сегодня работают, то есть, касаемо анестезиологии, то есть, отделения, все будет работать и реанимация в круглосуточном режиме также будет работать. И вся необходимая помощь в рамках оказания медицинских услуг в нашей больнице, она будет предоставляться. Когда обращаются с более сложными проблемами, это, конечно, будет производиться уже госпитализация в более такие совершенные клиники, оборудованные конкретно либо под кардиологию, либо гинекологию, травматологию. Знаете, да, у нас детей с различными травмами наша скорая помощь возят в Орехово-Зуево. То есть, эта схема, она также будет работать, но самое главное, что круглосуточная реабилитация в городе Ветерогорске будет предоставляться также на том же уровне. То есть, служба будет работать. Далее мы обсудили вопрос капитального ремонта детской поликлиники. У нас в ближайшее время, в августе месяце, будет проведен аукцион. Мы, значит, всю проектно-сметную документацию сами здесь в администрации разработали, значит, ну, за исключением проектов. Мы сделали сметы, дефектовки, все планы, эскизы, размещения. То есть, вопрос еще прорабатывался с начала марта. То есть, в конце мая мы все отдали на экспертизу, прошли экспертизу. И сегодня Комитет по конкурентной политике Московской области уже объявил этот аукцион, и он в ближайшее время должен состояться. После капитального ремонта наша задача еще совместно также с правительством Московской области, с министром здравоохранения, пустые отремонтированные комнаты нужно дооснастить, нужно заполнить и мебелью, и оборудованием, так как у нас это будет такой большой комплекс, да, именно детской поликлиники, да. То есть, мы должны его полностью укомплектовать и запустить в рабочем штатном режиме. Вот для этого дополнительно еще от 18 до 20 миллионов выделяется на приобретение мебели и оборудования, чтобы дооснастить детскую поликлинику. И уже проговорили про капитальный ремонт диагностического центра. Диагностический центр в следующем году будет капитально отремонтирован. Но для того, чтобы эти работы начались как можно скорее, нам уже сегодня предстоит работать так же, как по детской поликлинике, изготавливать все сметы, документацию всю готовить, поэтажные планы, эскизы, чтобы насколько качественно будет наш материал, настолько быстро можно уже будет проводить аукцион и приступать к работам капитального ремонта нашей диагностики. Утро 19 июля для главы Дениса Семенова началось традиционного обхода по городу. Во время обхода глава и сопровождающие его работники администрации, руководители коммунальных предприятий, представители обслуживающих организаций, побывали в городском парке на улицах Ленина, Пионерской, Комсомольской, Кражиновской и Советской, чтобы на месте обсудить проблемы территории. В первую очередь проверили ход выполнения капитального ремонта в парке. Ведется работа по замене старого покрытия на пешеходных дорожках и бордюрного камня. Рабочие занимаются опиловкой и коронированием сухих деревьев. В ближайшие дни планируется приступить к установке опор освещения. Провели закладку фланцев практически на 85%. На этой неделе планируем закончить их 100%. Заканчивается благоустройство. Сегодня, завтра будет готовность к благоустройству. Завтра ждем прихода самих опор и начинаем их уже монтаж. Монтаж и пуск наладок. Уже начали работы по благоустройству мест отдыха для горожан. Особое внимание уделили обсуждению расположения лавочек, топярных фигур, беседок. Вот это зона установки. Еще раз. Значит, мы сейчас вот с вами вот здесь вот стоим. Вот здесь мы стоим. Так, у нас одна здесь. И вторую мы решили вот здесь. Зачем нам две сразу сюда? Мы же хотели, а у нас здесь что будет? Это первая. Здесь вот барбекю и все эти дела. Мы решили вот здесь поставить и здесь. Здесь нормально такое место. Еще раз. Вот сюда. Да. Кроме того, вскором приступят к установке камер видеонаблюдения. Работы по реконструкции парка ведутся ежедневно под четким руководством представителей отдела архитектуры и надзорных органов. Большое внимание глава уделил проверке работ по комплексному благоустройству дворов. На улице Комсомольской 8-9 и Советской 39-41-а строитель ремонтирует внутридворовые проезды, пешеходные дорожки, тротуары и парковочные карманы. Лавочка у тебя там внутри стоит, качели вокруг качель и площадку получается мы вот карусели вот эти вот круглые убираем, горку отодвигаем, стол отодвигаем, табличку эту вытаскиваем. Ну вообще вот эту правую сторону вытаскиваем и сюда на эту сторону вставим детскую площадку. Сюда на эту сторону вставим детскую площадку, также ставим урну-лавочку и урну-лавочку, вот эту лавочку можно оставить, горку тоже поставим, оставим. Единственное, только вот эти две железки убираешь, две лесенки, и горку выванят. Сейчас срочно все надо убрать, спелить. Руководителю подрядной организации «Капитал строя» Сурену Бадикяну Денис Семенов поручил ускорить темп выполнения работ, чтобы в начале следующего месяца приступить к комплексному благоустройству на улице Горького. Обход продолжился по площади Советской. С торца здания почты идет благоустройство парковки и тротуара. Завершающим пунктом объезда в тот день стала парковка напротив городской больницы. Здесь следует привести в порядок неровно закрытый канализационный люк. Вот этот люк из цепи, посадочные места, вот бетон вытащи оттуда, чтобы он сел глубже. Прям посади его, вот он как вот так вот должен сидеть, видишь? Вот, так что он может так курукнуться. Посадочные места, вот там монтажка просто почистишь его, чтобы он по ней же сел, и все. Также в кратчайшие сроки необходимо закончить нанесение дорожной разметки и пешеходного перехода и установить дорожные знаки и организовать место парковки для инвалидов. Надо закончить вот это все, вот это все смести, закончить, утрамбовать. Разметка за тобой и знаки, 10 знаков. По итогам объезда глава города дал комментарий. Мы сегодня приезжали, советская 39-41А, там у подрядчика были определенные вопросы, ну, в части касающиеся строительства дворов, тротуаров. Вот, все, в принципе, договорились, нашли пути взаимодействия. Также посмотрели, как ведутся работы на площади советской. Привели достаточно много времени в парке. Вы видели, да, то, что у нас там была такая, скажем, ситуация, где нам нужно было определиться, где будем устанавливать два теневых навеса, две беседки, где будем ставить ротонду, посмотрели, как у нас обстоят дела с освещением. Ждем на этой неделе, что подрядчик приступит к монтажу опор освещения. Вот, и также вернулись мы на парковку в больнице, то есть там нам сейчас необходимо будет закончить работы по разметке, установке дорожных знаков, там, переходы, парковка для инвалидов. Ну, и в целом по благоустройству посмотрели, какие у нас работы, где у нас проблемы. Вот, в целом все нормально, работа двигается согласно плану графиков. Вот, единственное, только сегодня мы разговаривали с подрядчиком, кто занимается благоустройством именно дворовых территорий, чтобы он максимально, так скажем, максимально усилил свои бригады и ускорил процесс комплексного благоустройства дворовых территорий. То есть до 15 августа мы планируем три двора полностью закончить. Это Пионерская, Комсомольская и Советская 39-41-А. Легкоатлетический забег «Здоровый город» прошел в минувшую субботу 22 июля. Организаторы не ожидали такого ажиотажа. Среди зарегистрированных участников побывали и мы. О том, как все прошло, смотрите далее. Сегодня в нашем городе проходит большой спортивный праздник. Молодые активные люди будут принимать участие в забеге «Здоровый город». Мы тоже зарегистрировались и примем участие. Давайте посмотрим, как это будет. Массовый забег в таком формате прошел в Электрогорске впервые. К участию приглашали всех, вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Главное – желание. Участие в ярком спортивном празднике для всей семьи приняли более 140 человек. Идея родилась в нашем отделе культуры и спорта администрации. Так, скажем, спонтанно. У нас две даты. Это сегодня, 22 июля, провести забег, марафон в Электрогорске. И также 19 августа – велопробег. На будущее будем стараться, чтобы такие мероприятия, они уже были, как входили в основу, и были уже регулярные, и, так скажем, носили постоянный характер. Регистрация началась с 10 часов у Дома культуры. Бегунов распределили по пяти возрастным группам, раздали стартовые майки. Желание участвовать было большое, некоторым даже не хватило. Мы тоже не смогли удержаться и зарегистрировались. Ну что же, главный перед стартом – боевой настрой. Какой у вас настрой сегодня перед забегом? Хороший! Надеетесь на забег? Да. Мы надеемся на все. Скажите, пожалуйста, как настрой перед забегом? Боевой. Вы вообще так в целом занимаетесь спортом? Поддержите здоровый образ жизни? Обязательно. Спортзал, бассейн и так далее. И вот звучит стартовый свисток. Поехали! Забег прошел по маршруту. Улица Пионерская, Ленина, Ухтомского, Горького. Его протяженность составила 2 километра. Финиш у Фоколидер. Движение автотранспорта по маршруту забега было перекрыто. Безопасность бегущих обеспечивали карета скорой помощи. Вот он, заветный финиш. Здесь уже поджидает прохладная питьевая вода, фотографы и подбадривающие аплодисменты болельщиков. После забега самое время отдышаться пару минут, ну и, конечно, поделиться впечатлениями. Хороший день, хорошее настроение. Не ожидали, я не ожидал, что смогу пробежать. Тем не менее, вся наша семья пробежала. Очень хорошее настроение. Положительные эмоции, дай бог, чтобы было больше таких мероприятий. Сегодня даже немножко удивился на старте, когда не хватило номерков для спортсменов и для участников. То есть уже выписывали от ручки номерки. То есть, ну, очень много людей было, даже больше, чем мы планировали. Вот. Ну, это классно, когда все объединяются, особенно с семьями, маленькие, большие. У нас самый, так скажем, пожилой, да, участник нашего забега сегодня подошел, сказал, что ему скоро исполнится 80 лет. И сам пробежал, причем достаточно достойно. Вот. Это классно. Будет носить, я думаю, регулярный характер такие мероприятия и будем развивать спорт в Электрогорске. Пока шел подсчет результатов, сотрудники Дома культуры и Молодежного центра развлекали участников. Ну, а потом самое волнительное – церемония награждения. Самому младшему участнику забега, Матвею Смирнову, нет и трех лет. Маленький герой получил грамоту за волю к победе. Самый старший, Евгений Гришин, скоро отметит 80-летний юбилей. Получил грамоту и медаль за третье место. После забега, чувствую, немножко тяжеловато. Давно не бегал, давно не видел таких мероприятий. Но очень рад, что все сегодня свершилось и, слава богу, все-все хорошо. Чувствую себя немножко так, не совсем. Отдышка какая-то. Но я думаю, это дело времени, 5-10 минут все пройдет. Очень довольным праздником. Я даже не знаю, от всей души благодарю нашу администрацию, но всех тех, кто принимал активное участие. Большое спасибо. Дай бог всем здоровья. Участники забега получили памятные медали, призеры, подарки и сувениры. В рамках праздника наградили участников и победителей 21-го общегородского турслета. Получился очень хороший праздник спорта. Погода была отличная, все прибежали с большим удовольствием. Ну а в конце, довольные и счастливые, приняли участие в массовой фотосессии. С 13 часов на спортивной площадке возле ФОК «Лидер» начались соревнования по стритболу, баскетболу и волейболу. Что касаемо популяризации массового спорта в нашем городе, я могу сказать, что если на постоянной основе, как можно чаще проводить различные спортивные мероприятия, то я думаю, мы будем все больше и больше привлекать жителей к занятиям спортом, занятиям физкультуры. Для этого единственное, что нужно всячески делать различную пропаганду. То есть и в СМИ, и где-то, наверное, постоянным проведением каких-то турниров, чтобы люди, жители нашего города, тянулись к спорту, тянулись к здоровому образу жизни. А в городе сказок воспитатели из детского центра «Умка» развлекали малышей. Здесь и танцы, конкурсы и мастер-классы. В первую очередь это формирование здорового образа жизни. Наше взрослое поколение дает пример молодежи, детям. Таких мероприятий должно быть как можно больше, потому что сегодня суббота, и это самая главная возможность для ребят себя проявить. То есть они у нас не где-то во дворах, они у нас не на каких-нибудь стройках или заброшенных домах, они у нас занимаются спортом, учатся работать в команде, в коллективе, они здесь с друзьями, прекрасно проводят время, причем с пользой не только для души, скажем так, но и для тела. Поэтому мне кажется, что таких событий должно как можно больше проходить. Сегодня проходят соревнования и по волейболу, и по футболу, и был забег легкоатлетический. Поэтому надеюсь, что и ребятам понравилось принять участие, потому что для города такое мероприятие впервые. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Девятнадцатого июля состоялся очередной прием граждан по личным вопросам, который провел член местного полицовета Электрогорского отделения партии «Единая Россия» Владимир Лукьянов. Какие вопросы жителей удалось решить во время приема, смотрите в репортаже наших корреспондентов. На прием к члену местного полицовета Электрогорского отделения партии «Единая Россия» записался один человек – сотрудник городской библиотеки Маргарита Кириллова. Она обратилась с просьбой об оказании помощи в развитии материально-технической базы их учреждения и в сотрудничестве для дальнейшего развития библиотеки. В этом году городская библиотека празднует свой достаточно солидный юбилей – 95 лет с момента открытия. Поэтому, я думаю, на полицовете мы рассмотрим вопрос с обращением в оказание финансовой помощи. И думаю, что вопрос будет решен положительно. Кроме того, обсудили вопрос сотрудничества между библиотекой и образовательными учреждениями. Маргарита Александровна обсудили вопрос сотрудничества между библиотекой и образовательными учреждениями города по привлечению, по вовлечению молодежи в чтение, привития интереса к чтению и возможности контакта библиотеки и образовательных учреждений в плане совместного проведения мероприятий. Тем более, что у сотрудников нашей библиотеки накоплен достаточно хороший опыт проведения таких мероприятий. И, как показывает практика, эти мероприятия очень интересны нашим детям, школьникам, дошкольникам. Поэтому думаю, что такое сотрудничество будет продуктивным и трудотворным на протяжении ближайшего времени. С 3 по 23 июля в Егорьевском районе прошел молодежный форум «Я гражданин Подмосковья». В этом году он отметил пятилетие и стал одним из самых значимых событий лета. Порядка 10 тысяч молодых, креативных и спортивных людей от 18 до 30 лет из разных уголков Подмосковья стали участниками масштабного события. Ежегодно форум получает поддержку от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Базой для работы форума стала территория палаточного лагеря «Любляна». Участие в форуме абсолютно бесплатное. От нашего муниципалитета мы предлагаем транспорт туда и обратно. И, соответственно, проживание, питание тоже все предоставляет организаторы этого мероприятия. Само размещение участников проходит в лесной зоне, то есть в палатках. Предоставление еды – это также организовано участниками, то есть едой их обеспечивают. Форум состоял из пяти смен, каждая из которых включала себя под направление. В этом году рассмотрены пять важных смен по категории лидерства, студенты, предпринимательства, инновации и творчества. На пятой смене городской округ «Электрогорск» представили семь делегатов. В их число вошли воспитанники Дома молодежи и студенты ПАУ Посадского техникума. Гостями форума стали известные политики и знаменитые спортсмены. В форуме прекрасная обстановка, молодежная. Проходят лекции, мастер-классы, тренинги с почетными гостями. В форуме принимают участие абсолютно все по разным направлениям. Форум помог многим молодым людям приобрести полезный опыт и интересные знакомства с участниками из других городов. Плюс они получили мотивацию для реализации собственных идей и проектов, а также максимум полезной информации, которую обязательно будут использовать в своей практике. Впечатления только положительные, конечно же. То есть у нас есть молодые люди, которые поехали на одну смену, а решили остаться еще на две. Во время проведения смен они получают наградные футболки, обеспечивают их блокнотами, ручками, то есть все вот эти посутствующие товары. И плюс, соответственно, конечно, это новые знания, опыт, потому что цель все-таки этого мероприятия, конечно, самореализация молодежи, найти себя и определиться в жизни. То есть для этого эти разные направления там и существуют. Первая приемка подъездов, отремонтированных по губернаторской программе «Мой подъезд» состоялась в Электрогорске. Как она прошла и по каким критериям оценивалась, узнаем далее. Обратите внимание на эти кадры. Буквально пару месяцев назад подъезды в домах на улицах Горького и Коржановского выглядели именно так. Обшарпанные стены, свисающие провода, разбитые окна, картина удручающая. Но сегодня их не узнать. Перед нами свежевыкрашенные потолки и стены, отремонтированные и замененные окна, современное освещение. Такого идеального состояния подъездов жители не видели очень давно. Ремонтная работа осуществляет управляющая компания «Ленком». В период с конца июня по июль отремонтировали шесть подъездов. Подходит к завершению работы в 21-м подъезде на улицах Некрасова, 34, Советской, 35А, Комсомольской, 8, 9, Горького, 12. Главный критерий качества – одобрение жителей. Губернаторская программа предполагает следующий порядок софинансирования. 47,5% – управляющая компания, 35,5% – бюджет Московской области, 12% – муниципалитет, 5% – единоразовый платеж жителей. К ремонту привлечены все штатные работники управляющей компании, штукатуры, маляры, плотники и электрики. 21 июля состоялась первая приемка подъездов, в которой приняла участие заведующая территориальным отделом номер 28 Госжилинспекции Ольга Извекова. В ходе проверки был обнаружен ряд недочетов в ремонте. Сегодня мы проводили комиссионное обследование хода реализации программы губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева «Мой подъезд». В ходе проверки мы установили, что подъезды окрашены, основные элементы выполнены, но есть ряд замечаний. Основные замечания – это не отремонтирована входная группа, мы выявили провалы, выбоины, отслоение штукатурного слоя, что может также причинить вред здоровью граждан. И еще одним из замечаний по тем подъездам, которые мы с вами посмотрели, мы увидели, что оконные заполнения не моются, частично отсутствует остекление, не везде имеется фурнитура. И еще, как предложение, возможно, наверное, уже мы должны отходить от стереотипов бордюрной покраски подъезда в сапожок, так и называемый. Как бы это мое предложение для управляющей компании. Ну и так, как бы жизнь у нас не так уж и весела, да, когда заходишь в подъезд, хотелось бы, чтобы у жителей многоквартирных домов, не только в городском округе Электрогорск, но и у всех, у нас поднималось настроение. Возможно, какой-то даже креативный подход приветствуется в данном случае. А так, в целом и в общем работы выполнены удовлетворительно. Замечания будут все направлены в органы местного самоуправления и Министерство жилищно-коммунального хозяйства для дальнейшей работы. Акт приемки подписывается только после того, как подрядчик устранит все выявленные сотрудниками госжилинспекции недочеты. После этого состоится повторная приемка по тем же адресам, чтобы проверить исполнение. Глава города Денис Семенов поблагодарил профильные структуры за работу и призвал не сбавлять темп, чтобы в указанные сроки полностью завершить губернаторскую программу на 2017 год, по которой в городе должно быть отремонтировано 158 подъездов. Советник председателя Московской областной думы Линара Самединова вместе с помощником депутата Мособлдумы Вячеслава Фумичева Натальей Грицыной и руководителем исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Романом Тикуновым провели личный прием населения. Подробности в материале коллег. Довольно часто в жизни людей возникают сложные проблемы, которые порой не под силу решить самостоятельно. Для этой цели проводят личный прием населения, чтобы как можно лучше понять проблему и приложить усилия для ее решения. В этот день на встречу пришли три человека. В основном обращались по личным вопросам. Большинство проблем, с которыми сегодня приходили наши жители городского округа Электрогорск – это личная проблема личного характера. У всех трудности, у кого-то с высокой оплатой коммунальных услуг и невозможностью с низкой пенсией, у кого-то есть сложности по месту пребывания, то есть есть ситуация двойного гражданства, сложности с квартирой, которую разрушили в Туркменистане из-за олимпиады проведенной. И сейчас дети находятся в сложной ситуации, потому что идет подготовка к учебному году, двое несовершеннолетних детей, не на что даже купить школьную форуму. Сейчас мы над этим вопросом работаем. Во время проведения приема связывались в том числе и с руководителем социальной защиты. Завтра будет продолженная работа. Надеюсь, что сможем оказать поддержку. Важно отметить, что хотя Дума ушла уже на летние каникулы, работа депутатов, помощников, советников не прекращается. И сегодня мы проводим очередной прием в городском округе Электрогорск. За прошедший период, за прошедший год в Электрогорске уже собрано порядка 70 обращений жителей. Это почти все личные обращения. Большинство из них уже решены. Некоторые, наиболее сложные, находятся еще в переработке. По всем поступившим во время приема обращениям работа уже началась. Заявителям даны необходимые разъяснения и рекомендации. Кроме того, 24 июля Ленара Самединова совершила объезд предприятия «Кроношпан» и городской больницы. Побывав на «Кроношпане», советник председателя Мособлдома познакомилась с особенностями производства, посетила его площади, современные складские помещения, ознакомилась с выпускаемой продукцией. На встрече с сотрудниками она рассказала о себе, узнала о проблемах, которые волнуют руководители и сотрудников. У меня старая жительница Кагурска. Вопросов много, но вот самое такое. Должны все сделать, все готово. Предприятие «Брандзалово» перейти слышали? Конечно. Опять были выбросы, вот неделю назад. Есть еще вопросы? По экологии, просто я хочу это дополнить. Очень важно, прям сразу вы поняли, что вода из края, типа оранжевого цвета, запах какой-то резкий. Так, а русский воздух. Вам нужно сразу же звонить 112 и фиксировать. Даже я вам честно скажу, если мы говорим про воду, например, сфотографируйте, что она оранжевого цвета, потому что потом невозможно найти виноватого, невозможно никому сделать какие-то предписания, штрафные санкции наложить и так далее. Получается, что мы знаем о проблеме и не можем доказать, что вредитель и носитель этой проблемы – это комплектное вот это предприятие. В ходе рабочей встречи Ленара побывала в городской больнице, пообщалась с персоналом. Из важных проблем – зарплата и предоставление жилья медицинским работникам. В числе вопросов – благоустройство территории больницы. У нас, когда выходишь из поликлиники, вот дорога, там желательно сделать стойки бы еще, потому что вот эти лужи, которые образуются, постоянно приходится их обходить круглой. Подожди, в дорожной поликлинике? В дорожной поликлинике сразу по лестнице поднимаешься и встаешь после дождя около большой лужи. То есть внизу здесь, да? Подлесится? Прямо, вот на самой дороге получается очень большая лужа. И даже если это по краям, ее приходится обходить либо в круговой сегментер. Все вопросы приняты к сведению и будут рассмотрены в ближайшее время. В Электрогорске подвели итоги весенней призывной кампании, которая длилась с апреля. Результат озвучил начальник отдела мобилизационной подготовки Олег Гибелинда. На основании федерального закона номер 53 28 марта 1998 года, с 1 апреля 2017 года, начался весенний призыв, который закончился 14 июля 2017 года. За этот период было проведено в военном комиссариате 12 призывных комиссий, на которые приглашалось 98 призывников. По факту прибыло 80 человек. По статистике нынешнего призыва, годным к военной службе было призвано 57 человек. Ограничено годных 14 человек и списанных по здоровью 7 призывников. Предоставлено срочек по различным степеням 31 человек, по состоянию здоровья 7 человек, для получения профессионального образования 24 человека, и для поступления в высшее учебное заведение по окончании средних школ получили срочки 8 призывников. У нас было дано задание по городскому округу Электрогорск призывать 25 призывников, 25 человек в ряды вооруженных сил Российской Федерации. По факту у нас призвано 33 человека, но ввиду того, что у нас план 25 человек, мы, соответственно, в военный комиссариат отправили войска 25 человек. 8 человек у нас пойдут как бы резервом на осенний призыв. Поэтому хочу констатировать тот факт, что весенний призыв у нас в городском округе Электрогорск был выполнен на 100%. Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к молодым людям, которые попали под категорию уклонистов. Их у нас по городу 18 человек. С этого года произведены ряд изменений в законодательстве Российской Федерации, где отображена эта ситуация. Значит, по достижении 27-летнего возраста молодые люди с этого года военный билет получать не будут. Вместо военного билета люди, не служившие в армии, будут получать справки, в которых будет так и указано, что данный гражданин воинскую службу не проходил. Эта ситуация потом в дальнейшем влечет за собой определенные трудности. Молодой человек не сможет устроиться на нормальную работу. А уж тем более те лица, которые решат связать свою судьбу с госслужбой, у них сразу возникнут проблемы. Вы знаете, люди не явились на призывную комиссию не потому, что они по той или иной причине... Причин много. Но в большинстве случаев мы просто не могли их найти по месту жительства. И поэтому подключали сотрудников полиции для поиска данных граждан, для уточнения их места жительства. Но ввиду того, что мы не всех могли определить по месту жительства, и, соответственно, не всем были вручены повестки. Поэтому у нас в этом году будет с 1 октября стартовать осенний призыв. Я надеюсь, что эти люди все-таки отдумаются и будут проходить призывную комиссию, военном комиссариате города Павл-Пасад, Электрогорск-Павл-Пасадскому району, и в дальнейшем продолжат свою службу в вооруженной сезоне Российской Федерации. С приходом весенне-летнего сезона в Электрогорске участились случаи кражи канализационных люков. Всего за одну ночь на территории города очередные охотники за металлом совершили массовую кражу сразу 17 люков. Подробности далее. Кража люков – постоянная головная боль коммунальщиков. Их воруют с частой периодичностью и по всему городу. Вот совсем недавно очередная кража. 13 июля этого года слесарь наш КНС шел на работу, проходя улицу Коржановского, дом 1, обнаружил, что отсутствует два люка. Это было около 8, полуосьмого, может быть. У нас объезд по графику ежедневных канализационных сетей. Разделились на две бригады, поехали по всему городу. В основном советская 37А, большинство люков – 6 штук. В общем, 17 люков, в основном советская улица, 2 улицы Коржановского. К сожалению, от этого страдает не только город, но и жители. Службы несут достаточно серьезные материальные потери. Кроме того, зияющие дыры колодцев на тротуарах и проезжих частях чрезвычайно опасны. Рядом бегают маленькие дети, ходят пожилые люди, а в ночное время могут пострадать автомобили. Но стоит отметить, что после обнаружения кражи рабочие тут же приняли меры безопасности. Поставили ограждения, где накрыли ограждениями, лентами обмотали, где деревянными катушками круглыми накрыли. Это люки заказаны, потому что деньги поступают через Москву, как бы это все время нужно. В ближайшее время все будет устранено, техника безопасности будет соблюдена, все будет накрыто. Кому же выгодны эти кражи? Очевидно, людям, которые ищут легких денег. Цена одного килограмма лома в пункте приема составляет от 7 до 8,5 рублей. Вес люка – порядка 50 килограмм. Так что за один люк злоумышленник может получить чуть больше 300 рублей. Выгода минимальная, а вот наказание серьезное, вплоть до уголовного. Ответствие за данное преступление предусмотрено в 158 статье Уголовного кодекса. И согласно данной статье, максимальное наказание предусмотрено лишение свободы с сроком до двух лет. В вибративном режиме руководители отделов жилищно-коммунального хозяйства и торговли, а также сотрудники полиции, совершили объезд города по всем пунктам приема цветного и черного металла. У нас тут произошел случай неприятный, они украли металлические люки из колодца. И вот мы по поручению главы проезжаем всем пункт приема металла и, естественно, смотрим, контролируем. Могу сказать, что за последние, наверное, 4-5 месяцев люков у меня никаких не поступало. Но вы мне вот вообще скажите, вы как бы вправе принимать такие вещи, например, как рельсы, люки? Это же, как бы, понятное дело, что они откуда-то взялись и вы принимаете вообще такие вещи? Рельсы принимаем, конечно. Столбы старые выкапывают, видно, что где-то там меняют забор. Но люки нет, в основном нет. То есть, ну, такие вот вещи вы не принимаете? Ну, в принципе, нет. Бывает, бывает старые-старые, люки привозят уже, так сказать, непосредственно с организацией. Ну, это, которые отколуты, расколуты, которые уже... Ну, непосредственно организации где-то ведут замену. Вот, они привозят уже официально, так сказать, можно по накладной принять, можно... В обязательном порядке профилактическая беседа для предотвращения подобных случаев. Вы знаете, просим вас еще информировать, если вдруг такое будет, если вдруг привезут люки, то обязательно в полицию сообщите об этом и в администрацию. Это, конечно. Чтобы мы понимали, что такое происходит. Говорилось уже не раз об этом. Да. Естественно, будем информировать. Во время создания сюжета проверили все пункты приема металлолома. Пока обнаружить что-то подозрительное не удалось. После обращения по факту отсутствия данных люков были проведены первоначальные оперативно-расследовательные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего данное хищение, а также на возможное установление местонахождения похищенного. В настоящий момент проводится проверка по данному факту и идет сыр рост лица, совершившего данное преступление. Вы ведь совершали объезд по пунктам приема металлолома? Да. Это входило в первые, так сказать, оперативно-расследовательные мероприятия. Мы проверяли места возможного сбыта похищенного имущества, в данном случае кондиционных люков. Но пока положительного результата это не дало. Со всеми работниками данной сферы, как говорится, беседы проведены, информация получена. Они заявляют, что не осуществляют приемку именно такого металла. Но проверка все равно будет проводиться и дальше уже будет принято решение. Специалисты просят горожан быть осторожнее и в случае обнаружения открытых люков незамедлительно сообщать в отдел полиции или в администрацию. Глава города совершил плановый еженедельный объезд по учреждениям образования, чтобы проконтролировать ход выполнения капитального ремонта. Как продвигаются работы? Узнаем далее. Начали проверку со школы искусств. Для обсуждения плана графика работ собрались в зале совещаний. На сегодняшний день завершили работы по монтажу отопления, приступили к ремонту кровли, выполняют стяжку металлической сеткой. В туалетных комнатах завершили облицовку стен плиткой. Осталось поставить двери, сделать откосы, заделать плиточные швы. Практически установили звукоизоляцию. Осталось до конца заменить окна и закончить облицовку фасада. По ремонтно-строительным работам, в принципе, меня все устраивает. Единственное, только мы их подрядчикам торопим, чтобы они сделали побыстрее фасад, закончили кровлю. Но с их слов, в конце следующей недели кровля должна быть закончена. И к 1 августа должны закончить фасад. И к 10 августа должны закончить все цоколь, отмозг, все входная группа. Все это будет со слов подрядчика выполнено. Так как он нам обещал сегодня закончить систему отопления, как видим, мы ее закончили. То есть отопление все смонтировано, все сделано. То есть сроки они своих придерживаются, все нормально. Что беспокоит? Беспокоит закупка оборудования и закупка мебели. Так как у нас идет не просто капитальный ремонт, у нас еще идет оснащение школы искусств. Вот здесь, на мой взгляд, конечно, процесс затянулся. И связан он и с многими факторами. Наверное, в первую очередь, то, что произошла смена руководителя, то, что у нас Ирина Геннадьевна Калягина по собственному желанию покинула руководство Электрогорской детской школы искусств. У нас какое-то время было, что человек был исполняющий обязанности, потом подобрали нового директора, потом поменяли сотрудника, который занимался закупками. И плюс здесь еще проблема заключалась в том, что все оборудование расписывалось прям досконально, со всеми характеристиками. То есть есть, допустим, стол компьютерный. То есть там описывалась толщина столешницы, какая тумбочка, цвет материала, характеристики, так скажем. А так как ЭДШИ у нас немаленькая, то поэтому заполнение всех форм и заполнение всех характеристик это занимает определенное время. И здесь, конечно, есть большой риск, чтобы успеть к 1 сентября закончить не просто ремонтно-строительную работу, но еще все это оснастить, доукомплектовать и запустить все это как положено. Отремонтированное здание со всеми коммуникациями, сетями, со всеми инфраструктурой, фасадой, кровлей, но и также новое оборудование, новые компьютеры, новая мебель в кабинетах. Вот к чему мы сейчас стремимся. То есть персональная ответственность руководителя ЭДШИ, о чем мы неоднократно говорим, персональная ответственность начальника управления отдела образования Панкова Татьяны Викторовной и персональная ответственность всех тех сотрудников, которые имеют отношение к публикации, к прохождению согласования всей конкурсной документации. То есть это очень серьезный вопрос, который меня беспокоит по ЭДШИ. О ходе ремонта детского бассейна в саду номер 39 отчет предоставил директор подрядной организации «Строинженерия» Виталий Поломарчук. За прошедшую неделю на бассейне детского сада была выполнена прокладка канализации врезка в действующую сеть. То есть мы демонтировали старую на глубине порядка двух метров и сделали врезку новой канализации. Это одно из сложных технических моментов было, потому что пришлось раскапывать много, долбить и сопутствующих работ выполнять. Господа, занимающиеся бассейном, они высверлили, подготовили места для установки закладных деталей бассейна, таких как светильники, слив, водозабор для оборотки воды и для установки лестниц плюс поручня. Ведутся работы по укладке плитки. Одно помещение закончено полностью, второе – наполовину. Ну и процесс идет согласно графикам. Мы планируем, что в ближайшие две недели все плиточные работы в бассейне будут закончены. На следующей неделе планируется устройство черновых полов, а именно подсыпка песком, бетонирование, гидроизоляция, утепление. И следом за этими работами пойдет монтаж инженерных систем. И все, что связано с укладкой трубопроводов холодной и горячей воды – система топления. Сроки ориентировочно, наши сроки согласно контракту сдачи – это 1 сентября. И все работы выстроены таким образом, что мы планируем к числу 20 августа с основной массой работ, ну, возможно, без посудка наладки выйти полностью с монтажа. А вот вообще, по Вашему мнению, какие-нибудь есть трудности при выполнении? Ну, в данном случае нет, поскольку к проекту готовились заранее. Ну, как бы глава пошел навстречу, и мы предварительно, прежде чем входить в работу, разработали проекты, как на систему водоподготовки, на все инженерные системы, скажем так. И работы, связанные с общестроительными, поскольку бассейн был недействующий, нам была возможность должным образом обследовать, учесть все сложные моменты и нюансы. Потому что сейчас просто работаем в графике. Мы, подготовившись заранее, не имеем на данный момент сложностей, неожиданностей, скажем так. Следует отметить, что помимо проверки учреждений каждую пятницу, контроль за выполнением работ происходит ежедневно в виде встречи с совещаний с ответственными лицами. 25 июля состоялся объезд инспекции Госадомтехнадзора. В этот раз он был нацелен на несанкционированные свалки. Подробности в следующем сюжете. Здесь, вблизи ГСК, отсутствует контейнерная площадка. Это и привело к засорению окружающей среды. В районе ГСК, недалеко от улицы Некрасово, была выявлена несанкционированная свалка. Объемом порядка 5 кубов. Видимо, причиной возникновения стали недобросовестные дачники и владельцы гаражно-строительного кооператива. Те, кто здесь постоянно бывают, отсутствует место для сбора мусора, отсутствует контейнер, возможно, отсутствует договор на вывоз мусора. В связи с этим сбрасывать мусор некуда. Сбрасывают туда, куда можно сбросить, где глаз не видит. В связи с этим было принято решение об удалении скопившегося мусора и удалении данной плиты, как объект, который обеспечивает, скажем так, скрывает этот мусор. Эти работы будут проведены к середине августа. А до этого момента мы проверим все находящиеся здесь ГСК на предмет заключения договора на вывоз мусора и контейнерной площадки. На улице Советской возле торгового объекта мы наблюдаем разрушенный канализационный люк. На улице Советской, дом 7, был выявлен поврежденный люк тепловой камеры. Моментально принято решение о ремонте его. Сейчас уже готовят материалы и немедленно будут устранять. Вот такие объезды как раз способствуют быстрому устранению проблемы. А здесь нерадивые автовладельцы прямо из окон машины выбросили пакеты с мусором. На дороге от Электрогорска в сторону деревни Васютина был обнаружен небольшой навал бытового мусора. Принято решение о его уборке. Сотрудниками Госадонтехнадзора постоянно проводится такое мероприятие, как засада, с целью предотвращения сброса мусора в неустановленных местах. Штраф предусмотрен за данное административное правонарушение до 5000 рублей. А вот еще одна проблема – автомобили на газонах. По адресу Советская, 42, был выявлен автотранспортный средств, состоящий на зеленых насаждениях. В данном случае это грузовой автомобиль и легковой. В соответствии с Кодексом административных правонарушений в Московской области владелицы данных автотранспортных средств подлежат административному наказанию в виде штрафа. Что и будет сделано. По итогам объезда представитель Госадонтехнадзора Максим Ефимов дал свой комментарий. Основным направлением объезда сегодня было выявление мест, где складировался либо сброшен мусор. Мы выявили на улице Некрасова место со складированием мусора и выезд из Электрогорска в сторону деревни Васютина. Там меры будут приняты. Администрация уже дала все необходимые указания для того, чтобы компании ответственные провели работу по устранению мусора. Одновременно с этим обратили внимание на то, что необходимо проводить информационную работу с гражданами, юридическими лициями о необходимости заключения договора на вывоз бытового мусора. Это касается как ГСК, как раз на том месте, где был выявлен навал мусора на улице Некрасова, так и физических лиц, у которых имеются частные домовладения. Фактически с нового года вступил в силу положение закона Московской области о благоустройстве и кодекса административных правонарушениях, где говорится о том, что граждане, имеющие в собственности частные домовладения, обязаны заключать договор на вывоз мусора. Информацию они могут получить в администрации городского округа Электрогорск. А вот ответственность уже кодексом административных правонарушениях Московской области предусмотрена и составляет до 5000 рублей. Фактически отсутствие договора – это штраф, который может быть наложен на лиц, не заключивших данный договор. Хороших выходных и до встречи на ТВЛ! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok